Доброго денёчка, товарищи! С вами Беброс Танцующий Титан. И мы все с вами были в такой ситуации, когда мама, мамка наша, не дала нам достаточно карманных денег. Или мы сдали бутылки, но этого не хватает. В общем, мы все были в ситуации, когда нам нужен срочно, очень нужен глимер. И все ищут способ, как заработать. Я думаю, тот способ, который я сегодня покажу, его уже показывали много-много раз, и все его знают. Но вдруг кто-то не знает или не очень понимал все иностранных видео, где говорят на английском. Я просто расскажу. И кому понадобится, тому понадобится. Кому нет, ну, ничего. Уже знают. В общем, способ такой. Мы идём на Марс, выбираем миссию Exclusion Zone, и выбираем сложность. Сложность обязательно должна быть Hard. Какая, неважно, может быть 18, 22, 26 или 30. Я выбираю 26, чтобы было быстрее, но и чтобы был хороший шанс получить энграмки синие. В общем, запускаем и поехали. Вот пока грузится, я расскажу предисловие. Я этот способ узнал из Ютуба давным-давно. Он очень старый, многие его знают, причём сейчас есть способы лучшие. Но я предпочитаю этот, потому что он очень простой. Я его использовал не так много, раза три. Один раз вот вчера, чтобы довыполнить квест на Invective. Неделю назад, где-то, чтоб Сайрон Баннера... Мне не хватало на вещи Сайрон Баннера. И давным-давным-давно, чтобы сделать апгрейд для своего шлема. Почему я не делаю это часто? Ну, потому что, в моём понимании, смысл игры в том, чтобы она была интересной. Чтоб мне было интересно играть. Этот способ неинтересный. Это чистый гринд, это скучно, и игра превращается в работу. А я люблю, чтоб игра меня веселила. В этом смысл игры. Но иногда бывают такие ситуации, что срочно нужны деньги. Там, в долги попало, или ещё чё, на бабки подняли. А деньги нужны. Вот, например, тот же Зур. Вам не хватает срочно Глимера. Пришли, получили. Заработали, весело. Деньги пришли относительно быстро. И вы купили, что надо. При этом, не жертвуя наслаждением игрой. Так, вот эта миссия. Это первая миссия на Марсе, по-моему. Я уже давно её прошёл. Хрен его знает, что там да как там. Но суть заключается в том, что мы приехали, и тут где-то кабал. Страшный кабан и кабал, которые весят 800 фунтов. И они могут взрывать планеты. Как это нам говорит Гоуст. Ну так вот. Идём, 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 идём. Нам первый этап. Надо просто пробежать. Тут ничего не происходит. Мы открываем двери. Наш Гоуст хвастится, какой он офигенный хакер. Мы на этого ещё наслушаемся добра. Так, он открывает дверь, открывает. Давай, шустрее, блин. Тоже мне хакер. Вон какие-то наркоманы PlayStation с Xbox положили там на Рождество. Он дверь открыть не может. Тоже мне робот. Вот так вот. И вот здесь начнётся вся веселуха. Как только мы запустим, начнётся веселье, о котором я расскажу в процессе. Но для начала, чтобы нам получать больше глимера, используйте Resupply Codes. Это фигнюшка, которая даёт вам за каждое убийство кабала больше денег на 10 минут. Хоп, открываем. Запускаем механизм. И погнали. Вот сейчас начнётся прибыль. Откроются двери, прилетит куча, 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 куча кабалов. В первый раз нам надо просто добежать и спрятаться за камнем. Кабалов будет очень много. Почему хард? Потому что нам привозят жёлтых. А с них все деньги падают. Ну, конечно, можно легально их зарабатывать с веселем. То есть, в PvP и прочее. Но это слишком медленно в моём понимании. Так что, вот мы идём за этот камень. Желательно айсбрекера иметь, это просто легче будет. Но разницы нет. Видите, сколько их тут товарищей. Так-так-так-так-так. Бам. Лежит. Чё-то я мажу. Ну, я просто с улицы пришёл. У меня руки холодные. В общем, развешиваем хэдшоты всем, кому можем. Кому не можем, тоже развешиваем. Так-так-так. Блин, я только вот... Единственное, не поменял. Надо вот класс взять, который урона наносит много. То есть, в толпу. А у меня, по-моему, этот... Ну, ничего. Суть-то всё равно расскажу. Ну, в общем, поставьте, например, страйкера, который... Этих нам товарищей не надо, нам нужны только жёлтые, но от них просто геморрой, поэтому мы их аккуратно выносим тоже. Ага, так-так-так-так-так-так-так-так. Собираем. В общем, нам надо выносить всех жёлтых. Да, вот тут я, конечно, сглупил. Лучше поставить страйкера. Сейчас потеряю всю энергию. Ну, в следующий раз покажу. Собирайте вот эти треугольнички, потому что с них, обменяв их, вы ещё получите дополнительные деньги. Если вы очень долго заняли, товарищи уйдут вот в ту дыру. Нам надо их замочить. На красных не обращайте внимания. То есть за убийство нам падает. Глимер падает, падает, падает. Жёлтых всех вырезаем. Такой кабальный геноцид. И, заметьте, мы подобрали достаточно много ракет. То есть лучше используйте те, которые рассыпаются. Как использовать, я расскажу чуть-чуть попозже. А этих нам уже убивать не надо. Придите и танцуйте. Нам надо умереть. Чтобы перезапустить миссию заново, опять откроются ворота, опять жёлтые монстры, и деньги капают, капают, капают. С этого способа в среднем вы получаете за раз 500-600 монет. Это кажется мало, но... То есть если вы сделаете 10 раз, это уже 6000. А вообще, теоретически, можно и больше. Так вот, меньше трёпа. Приготавливаем ракеты. Это нам просто сэкономит время. Сейчас толпа придёт. Ещё одну. Третью не советую. Лучше две, потому что урон будут наносить. Так, видите, у нас энергия уже загрузилась. Достаём айсбрекер и начинаем ту же рутину. Ах ты, скотина, ушёл. Ладно. Мало в зелетоне в уток играл, а не помешало бы. Прицел бы лучше ставил. Так, и этих товарищей. Видите, то есть, сколько глимера и сколько трупов. Мы всё это собираем опять. Опять собираем ракеты. То-да-сё. Так, видим, туда уходит товарищ. Вот тут будет стопудово парочка. Ага, нету. Вот там стоят. Мы выносим. Выносим вот этого товарища. И идём. Надо проверить, как там у нас идут дела. Видишь, монеты падают, 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 падают. Мы приходим. Тут никого нет. Обходим круг. Иногда вот тут ещё чемодан бывает. Кто не открывал ящик, проверьте. И вот ещё один небольшой заработок. Мы приходим. И прыгаем вниз. Бам. Если у вас кончился баф. Вот этот баф кончился. Видите, ещё 6 минут. Если у вас кончился этот баф, мы открываем ещё один ящик и начинаем всё заново. Опять, и опять, и опять, и опять. Когда вы закончите зарабатывать деньги, просто расстреливайте всех товарищей до конца уже и отправляйтесь на планету. В общем, теоретически, насколько я слышал, можно заработать до 20 тысяч в час. Да, способ гринд жёсткий, но падает чистая наличка по 500, по 600 монет. Плюс падают ключи, которые можно обменять по 200 монет в тауре. Плюс ещё падают обычные энграммы. Разные энграммы. Синий. Вот мне, например, когда я инвектив делал, у меня выпало 2 фиолетов энграммы. Вот такие вот пироги, товарищи. Надеюсь, кому-то, может, пригодился этот способ. Может, кому-то нет. Я знаю, что есть лут кейвы, там лучше падает дроп. Но я предпочитаю этот способ. Он быстрый, лёгкий и приносит достаточно хорошие деньги. Спасибо за внимание, товарищи. Уга.